Дорогие друзья, 15.00 в Москве, столица Российской Федерации, и мы начинаем вебинар из серии «Академия продаж БИДИ-24». Давайте включим камеру, для того, чтобы у нас было видно, что студия, да? Да, вон он уже. А, понятно, привет. С вами сегодня Юрий Николаев, директор по продаж БИДИ-24, и специально приглашенный гость, учредитель компании «Академия продаж БИДИ-24». Всем здравствуйте, уважаемые слушатели, добрый день. Друзья, мы видим, что сегодня не все зарегистрированные на вебинар участники смогли подключиться. К сожалению, живем в стране победившего Роспомнадзора, но мы, естественно, опубликуем запись этого вебинара и пришлем ее тем, кто вебинар на свободе. Для тех же, кто смог все-таки подключиться к вебинару, сегодня, безусловно, особенное привиление. Мы постараемся ответить на все ваши вопросы, которые будут заданы по теме. А тема у нас сегодня, напомню, это запись на прием с помощью серы. Запись на прием куда? Запись на прием в компании, которая отдаст различные услуги. То есть это могут быть, например, медицинские учреждения. Это могут быть салоны красоты, лайфстайл, барбершопы и многое-многое другое. Это могут быть фитнес-центры. И у нас есть различные решения, которые позволяют эту потребность многих бизнесов интегрировать в сервию. Первым я хочу предложить Алексею поделиться, потому что у Алексея разработаны несколько приложений, интегрированные в B224. Собственно, и созданные именно для B224, позволяющие делать этот процесс эффективным. Мы промотаем сейчас еще раз наши слайдники, но давайте для начала маленькую проверку звука. Итак, друзья, пожалуйста, в окошке questions, если вы нас сейчас слышите, поставьте, пожалуйста, плюс. Если у нас и хорошо слышно, и хорошо видно, можно поставить даже два пункта. Мы с Алексеем точно не обидимся. Скорее, наоборот, будем рады. Друзья, ставьте ваши плюсы, если нас и слышно, и видно. Плюс, плюс. Спасибо, Екатерина. Отлично. Пока немного плюсов. Я знаю, что с небольшой задержкой, буквально в 5 секунд, проходит знак. Артур, спасибо большое. Плюс, плюс. Вижу, много уже приходит плюсов. Замечательно. Друзья, ну что ж, тогда будем двигаться. Еще раз в двух словах представимся. Юрий Николаев, компания B224, Алексей Акаров, компания Pinol, и Майя помогает нам организационно реализовывать все. Есть комментарии, что эхо. Так, сейчас проверим. Все выключено. Один, два, три. Один, два, три. Попробую сейчас оперативно изменить настройки звука. Раз, два, три. Возможно, сейчас стало лучше слышно. Если стало слышно лучше, пожалуйста, подтвердите. Те, кто писал о том, что эхо, Александр. Артур говорит о том, что немного тихо. Нет, все-таки эхо есть. Хорошо, наверное, сейчас я пока у себя отключу. И попробуем уже с компьютера Алексеем все делать. Тогда, по идее, эхо у нас уйдет. Сейчас я проеху пока. Вебинара. Ну, и передаю собственно Алексею слово. Да, еще раз всем здравствуйте, уважаемые слушатели. Сразу же говорю, что пишите, пожалуйста, вопросы, которые будут появляться по ходу движения. Все вопросы разберем. И на все вопросы мы отработаем. Итак, что бы я хотел сказать примитивно к динамике нашего сегодняшнего мероприятия. Во-первых, опыт нашей работы по приложениям, которые мы разрабатываем, показал, что специализация заказчиков примитивно к платформе V324, она растет. То есть, так или иначе, предприниматели, которые начинают видеть ценность в хранении контактов данных внутри XRM, в V324, они это начинают понимать. Они начинают наращивать, переносить свои контакты, базы с сервиса, с лорда, с других каких-то мест в их систему. И таким образом начинает расти специализация этих приложений, которые требуются нашим уважаемым клиентам. К примеру, в данном случае нашего понимания специализации заказчика является наше платформенное приложение. Это запись на прием к ночью, запись на прием салона, которые у нас представлены в Marketplace V324. Сразу же у меня большая просьба, и, в очереди, тем, кто еще не установил приложение, могут сейчас зайти в Marketplace V324 и установить эти приложения. Даже если вы находитесь в маркетинге, например, автосервиса, мойки, спа, фитнеса, гостиниц, поскольку эти приложения, они, в очереди, уже стоят в Marketplace, и вы можете их установить, потестить для своей тематики. Соответственно, в Marketplace V324, кто еще не знаком, находится, то есть вы можете установить приложение двумя способами. Это либо через веб-версию сайта, через раздел приложения, то, что вы видите на экране, либо через каждый внутренний портал, который есть. Каждый может зайти в раздел приложения, и есть уточнение, что у вас должны права администратора портала. Соответственно, оба приложения доступны, и каждая из тематик русских специализированных могут, собственно, воспользоваться тем, что уставить приложение и настроить для себя какой-то прием того продукта, который или услуги, которые вы ведете для своей компании. Что очень важно отметить. Мы исходили из того, что большая часть заказчиков, которые находятся в каких-то специализированных нишах, они хотят, чтобы приложение имело название и химнатематики. Поэтому мы начинали с того, что приложение мы запустили сначала по врачам, и получили более тысячи установок на текущем интервью. И с тематик по салону, наиболее популярный сегмент, где клиенты хотят иметь уже готовое предостроенное приложение. Причем, я отмечу, что большая часть заказчиков, которые ставили приложение, они для этого не использовали BITR24. Таким образом, мы изрядную долю клиентов, которые хотели бы начать использование для своей компании BITR24, они по большому счету сконвертировались, увидев наше приложение в Яндексе или Гугле, что это очень здорово. Соответственно, находясь непосредственно в самом портале, вы можете установить приложение, увидеть его в поиске хоть запись на прием врачу, хоть запись на прием в салон. Приложение имеет специализированные отличия, связанные с назначением на конкретных тематик. И самая главная задача, которую она позволяет решить, это записать на конкретное время конкретного заказчика. То есть, какая выброс проблематика. То есть, например, у вас на сайте стоит какая-то всплывающая форма, то в свою очередь, что потребитель ваш может сделать, это сделать, оставить заявку на конкретное время. Либо, что чаще всего встречается в таких тематах в BITR24, это просто позвонить и договориться на конкретное время. Что выявилось в ходе тестирования этой гипотезы? Выявилось то, что потребитель, по большому счету, хочет записаться на конкретное время конкретному специалисту. То есть, он хочет, а, в свою очередь, понимать изначально, какой коридор времени с собой нет для записи на конкретное время. Для этого ему нужна, конечно же, внешняя публичная возможность записаться как базовый сценарий работы приложения. Соответственно, если вы, в свою очередь, находитесь в других тематиях, которые также подразумевают либо аренду проката оборудования, либо аренду проката какого-то места, либо какого-то прибора, то все это находится в тематике наших приложений. То есть, у нас очень много клиентов, которые ставили наше приложение, дальше просили выпустить локализованную версию на их портал с доступом в интернет, без доступа в интернет. Все это реализуется в нашей платформе записи. И, в свою очередь, мне бы хотелось вам показать, что, почему мы именно пошли по пути распределения приложения внутри платформы на нас, с лишним названием, потому что клиенты, я подчеркну, в большей части приходят те, которые не используют битвиз-24. В свою очередь, им задача максимально быстрой настройки приложения является приоритетной. То есть, например, я рассказываю о примере салона красоты. Вы заходите банально в настройки, ставите сразу же, назначаете, то есть, услуги, которые вы оказываете в рамках своего салона красоты, название мастера, то есть, какой у него, условно говоря, услуги, какой у вас будет, так сказать, сертификация. И совершенно спокойно, то есть, буквально даже ничего не меняя, просто подстраивая под свою тематику, вы, в свою очередь, представляете, кто вас будет вести прием в своей компании. То есть, конкретные специалисты, которые и с их должностью, специализацией, описанием. То есть, это на нашей практике, мы много раз это у тебя проводили, то есть, компания, которая не использует битвиз-24, имеющая крайне слабые знания в вопросах автоматизации именно внутри портала битвиз-24, настраивает расписание и выставляет страницу на запись в течение одного часа. Таким образом, этот кейс, он показался достаточно популярным, поэтому и врачи, и клиники, и другие тематики выставляют свои специальности, которые я вам здесь показываю в мышке на экране, надеюсь, вы это видите. Выставляете фамилии, в одном случае специалиста, должность выставляется, все это выставляется в настройках, буквально очень быстро, и все очередь дальше вы переходите на управление расписанием, где фактически для конкретного специалиста выставляете коридор времени, когда он свободен. Мы шли по пути, как называемой слотовой временной системы, где, в свою очередь, для конкретной недели вы выставляете из шаблона то расписание, которое является базовым, то есть, например, он принимает чистоным диапазоном с 8 до 11-30 конкретной клиники, и вы эти слоты выставляете зелеными свободными для записи. Соответственно, временные слоты, которые не свободны для записи, они у вас отличены черным цветом. Выставив для конкретного специалиста, в данном случае, Теортистова Вера Петровна, в коридоре 12-18 марта, он у нас занимается стрижкой, мужской стрижкой, как это временные слоты, у нас появляется возможность это время продавать для наших уважаемых заказчиков. Как вы можете видеть, что у нас есть возможность копировать этот шаблон и выставление этого расписания на следующей неделе. Это одинаковая работа и для врачей, и для салона. А дальше появляется магия, по большому счету, это способы записи на прием непосредственно наших уважаемых заказчиков. Вообще, если говорить примитительно к идее, почему нужна запись именно приинтегрированной с CRM, то наше понимание новозвучия этого сценария заключается в том, что первый и самый главный сценарий для записи на прием и самый популярный, это, конечно же, возможность записать клиента снаружи. То есть, как это ведется? Заказчик получает интерактивную CRM-форму, мы назвали ее iCRM-форма, и фактически снаружи производит запись на прием. А внутри эта помещается запись, отмеченная красным цветом. Вот я вам показываю 8.30, четверг 22-е, или, например, пятница 9.00, или, в свою очередь, воскресенье. То есть, вот эти красные иконки, которые вы видите, временные слоты, которые заняты, это значит, что заказчик записался снаружи, то есть, через активную CRM-форму, которая может поставляться как просто ссылка для того, чтобы у нас есть такие мастера, которые работают, принимают на дому, по уходу за ногтями, за волосами. Мы очень любим эти клиента, потому что они находятся на самом нулевом этапе развития своего бизнеса, и они, и мне это очень приятно, я этому очень рад, они сразу же понимают, что запись должна производиться, и данные должны сразу же поступать в CRM. Таким образом, выставляя на своей инстаграм-страничке ссылку на форму, они все очередь клиентам доставляют возможность сразу же записаться на удобное время, как для этого клиента, это с одной стороны, а с другой стороны заказчики будут поступать, то есть, информация о записи поступает сразу же в информативном виде в вашу клиентскую базу в CRM-324, и это очень здорово. Что же касается возможности записать клиента изнутри портала, то этот кейс, он идет у нас следующим способом. Чаще всего, если мы говорим о сценарии, где телефония внутрь CRM-24 не заведена, а это у наших заказчиков чаще всего встречается, то популярный кейс такой, что звонит заказчик в мобильный телефон какому-то мастеру или в клинику, в которой нет также интеграции с телефонией, и в свою очередь выставляется запись, и эта запись внутри портала помещается оранжевым цветом. Таким образом, мы видим здесь расписание для комплектного специалиста, и фактически мы видим распределение, какие временные слоты уже заняты записью снаружи, какие временные слоты заняты записью изнутри, а есть те, которые вообще свободны. Таким образом, у нас мы можем встать на каждую запись, которая есть, нажать на нее, вы видите, вот здесь 10-32 цветом, нажать на нее, мы видим этот номер телефона, мы можем позвонить и прямо из портала, если вот подключены к телефонии, или же в свою очередь на своем мобильном телефоне клиенту отзвониться или перейти на этот случай для того, чтобы посмотреть, что у нас было с этим клиентом. То же самое, и один из, может быть, самых очень интересно выглядящих сценариев, которые используются в рамках нашего приложения-платформы, это возможность, как называемых, стройки внутриклефонии, которая интегрирована с битрюзвачки. Как это выглядит? Это выглядит следующим образом. Основная идея в том, что делать, если заказчик звонит вам через телефонию, которая подключена к битрюзвачки, и в свою очередь вам нужно, либо с этого лида, потому что у вас, скорее всего, формируются лиды со звонка, который не определился, либо это контакт, который уже сохранился, вам нужно непосредственно сделать запись к этому заказчику. И причем важно сделать не просто, чтобы запись сформировалась, а чтобы этот звонок привязался к этой записи, и сразу же в расписании это было видно. И наоборот, когда из расписания вы можете нажать на этот временной талон и перейти на конкретную сущность этого заказчика, то есть в данном случае лид. То есть звонит вам клиент через телефонию, открывается справа у вас стройка, вот этот экран, вы нажимаете запись, и фактически общаетесь с заказчиком на то время, которое ему удобно, предлагаете ему те временные интервалы с фильтрацией по вашим мастерам. Что это дает заказчику? В первую очередь, дает возможность очень быстро записать конкретный временной интервал. Второе, что это дает непосредственно бизнесу? Это возможность, не делая каких-то лишних движений, вам в случае перевязать конкретный звонок к конкретному расписанию, и наоборот. То есть избежать ошибок, что самое главное. И, конечно же, очень важно говорить о том, что если у вас... Вот это опять же, опыт нашего приложения, который мы запустили в августе прошлого года, показал, что удивительно большое количество заказчиков не использовали до нашего приложения, в данном случае Bitrix24, как CRM, и вообще, в принципе, не были знакомы. У них какая проблема? То есть те заказчики, которые уже находятся в Bitrix24, или, например, как вы, например, которые используют в данном случае эту систему, и они ставят приложение, у них уже есть какие-то данные непосредственно в CRM. Они могут, в свою очередь, прицеплять конкретный бревной талон к их свободному случаю и выбирать в CRM, можно прицепить или контакт, или сделку. Но одновременно есть клиенты, которые, в свою очередь, звонят, например, мастеру на мобильный телефон или в колл-центр, или, например, администратору на ресепшн в эту клинику или салон, и они звонят на мобильный телефон. И контактных лиц по этому человеку еще нет. Что можно здесь сделать? Мы сделали такую интеграцию, которая изнутри портала позволяет нажать на кнопочке «Новая запись», очень просто, не создавая лида в системе, или контакта, или сделки, прямо изнутри расписания. То есть звонит человек на мобильный телефон, администратору клиники. В системе этого данных по этому клиенту нет, потому что в системе вообще нет данных, например. А перегружать в цели их загонять в систему, никто до этого еще, что называется, не дошел, или не хочет, или не может, или это трудная затрата на конкретной компании. Не вопрос. То есть звонят, идет вал звонков. И, соответственно, администратор, клиенты, которые обращаются в компанию, они все очень через кнопочку «Новая запись», открывается форма, и фактически они создают данные руками прямо по звонкам данного клиента. Опыт показал, что в течение одного-двух месяцев база клиентов по записи перегружается внутрь СРМ-324 без манипуляций с импортом данных в СРМ. Опять же проблема в том, что клиенту просто нет этого Excel-файла. То есть данные хранятся в мессенджерах, в контактах, в книге телефона. И большой еще вопрос, который интересует всех клиентов, это увеличение вторичных продаж. Этот кейс реализуется тем, что когда у вас данные в формализованном виде находятся непосредственно в СРМ, то вы можете своим заказчикам предлагать те временные интервалы, которые у вас свободные и систематически не продаются. Какие здесь кейсы свидетельствуются? Конечно же, нужно продавать какие-то временные интервалы, либо со скидкой, либо их вовсе снимать с записи, эти временные слоты, потому что конкретный специалист может получать за конкретное рабочее время, которое он находится на рабочем месте. Таким образом, работа с расписанием в срочине позволяет вам перегрузить данные ваших заказчиков непосредственно в библии 24. Очень классный кейс. А что делать, если клиент, в срочине, у вас уже есть непосредственно в базе, и вы хотите его записать на конкретное время? Вы проходите с подсиску контактов, и вам не прозваните ваших заказчиков. Прямо, будь у вас в телефоне подключено, будь у вас не подключено, вы едете в карту контакта, набираете на мобильный телефон, общаетесь прямо в них, нажимаете на кнопочку «Запись расписания», у вас открывается в рамках конкретной карточки расписание, и вы вяжете конкретное расписание с конкретным контактом. Этот сценарий позволяет вам почувствовать идею, что благодаря вторичным клиентам, которые у вас находятся в системе, вы можете их, даже если у вас бесплатная редакция B324, банально прозванивает свою контактную базу и наблюдает, какие у них были для этого записи или услуги, и как он пользуется услугами вашей компании, предлагает им какие-то интересные условия, чтобы он дальше приходил в вашу компанию, в пользу вашими услугами. Фактически, ну и здесь мне бы хотелось вам продемонстрировать замечательный кейс того, что самый популярный сценарий записи клиентов и сне, это вот чисто инстаграмный кейс, это или там социальные сети, где клиенты записываются самостоятельно. То есть, вот почему у меня эта идея записью на прием появилась, мне многое спрашиваю, почему вы начали именно с врачей или с салонов? Да потому что у нас, например, у нас в нашем, как правильно говорить, на районе, у нас стоматологии и парикмахерские очень большая проблема с фиксированием конкретного времени, никто не напоминает вообще. Для того, чтобы решить эту задачу, я вот придумал такое приложение, фактически оно позволяет заказчику, находясь на сайте конкретной компании, выбрать конкретные определенные слоты, которые свободны записаться, а система сама автоматически напомнит о конкретном времени приема через SMS, через e-mail, и здесь, в данном случае, бизнес-процессы с сценарием уведомления 324 через SMS и e-mail как нельзя кстати. Получается, что у заказчика появляется возможность выбрать конкретное время и фактически компания, как предоставляющая услуга, может выбрать, в какой случае будет создаваться эта заявка в лифт, например, или в сделку. И, как вы видите, на этой форме, которая может ставиться и на сайт, и если у вас нет сайта, у нас таких тоже очень много заказчиков, фактически они могут видеть, какое время уже занято, какое время свободно. Я показываю на примере парикмахерской, но вы видите еще раз, что и по врачам это работает похоже. У меня, по большому счету, по слайдам презентации все. Здесь я могу рад ответить на ваши вопросы, которые появились. Буду рад включить Юрия. И ответим на ваши вопросы, если потребуется, на примере нашей презентации уже непосредственно самого приложения вживую. Юрий. Да, вопросы есть. Алексей, огромное спасибо за презентацию. И я специально во время презентации подключил наушники, проверил, все ли хорошо слышно. Слышно хорошо. Поэтому сейчас озвучу вопросы, которые задали уже некоторые участники вебинара. И после этого мы сможем продемонстрировать работу приложения на практике. А потом перейдем к функционалу B324, который позволяет делать похожие вещи, но немножко по-другому. Итак, первый вопрос. Можно ли использовать этот сервис для автосервиса? Да, это популярный вопрос. Более того, у нас где-то около 20 компаний, которые находятся в вашем сегменте и используют наше приложение для автосервисов. То есть фактически я вам покажу на примере нашего приложения вживую. Они себе выставляют в настройках, в данном случае, формы, здесь направления, то есть в соответствующие своей тематике. Я еще раз подчеркну, что мы шли по пути выступить в назначение приложений с тем контентом, который соответствует конкретной тематике, но зайти в настройки и отредактировать название полей под свою тематику, тоже проблем никаких не составляет. Просто я еще раз подчеркну тот кейс, с которым мы работали. Если говорить о тематике салонов и врачей, да и в других тематиках, все то же самое. Клиенты хотят получать максимально быструю настройку функционала с преднастроенным контентом. То есть если у нас сформируется где-то около 100 компаний, которые скажут, ребята, мы уже, что называется, хотим, чтобы приложение вышло с картинкой под нашу тему, с названием полей под нашу тему. Не вопрос, мы выпустим следующее приложение. Опять же, потому что у огромного количества компаний появляются свои специальные задачи, которые выходят в виде функциональных вещей в рамках конкретного приложения. И мы поэтому не ограничены двумя приложениями. Пожалуйста, вы можете поставить, настроить. Если все будет закрываться по настройке полей, окей. Если нужно будет что-то еще добавить, без проблем, приходите, будем рады обсудить. Отлично, спасибо за ответ. Мне нравится, что уже много вопросов появилось. И у нас, по идее, хватит времени, чтобы ответить на все. Сергей задает вопрос. Вот эти приложения, это бэк-офис, который доступен только внутри B324 или фронт-офис, доступный снаружи? Ну, здесь я вам, первым, благодарен за этот вопрос. Идеология разработки нашей, я могу сказать, уже платформы заключалась в том, что мы изначально шли по пути того, что заказчик, который хочет получить расписание внутри своего какого-то продукта, он должен и может его получить. Поэтому приложение, как кейс-пример реализации, это пример реализации примитивной стерамы B324, потому что мы, в общем, специализируемся и многое, что понимаем в этой системе, с точки зрения возможности разработки приложений. Но, тем не менее, идея с внешней записью через ICRM-форму, которую вы видите на экране, надеюсь, все видят, и экран мой дублирует, в данном случае, то, что я показываю, доказывает, что мы можем эти данные перегружать в записи не только, в данном случае, ну, например, в B324. У нас есть кейс, где мы перегружаем данные с записи, Google Docs, к примеру. Вот это один из моих главных наблюдений в прошлой неделе, главное удивление в прошлой неделе. Заказчик, который категорически отказался от внедрения ICRM в своей организации, в принципе, я говорю, ICRM как продукты, я говорю это в открытом режиме не потому, что у меня есть мнение, что все должны использовать ICRM. Нет, конечно, нет. Во-первых, это огромный труд. Я ее вижу по нашим уважаемым мамочкам, которые начинают какие-то темы использовать на дому, внедрения, массажный, кабинеты, шелак, ногти. То есть и очень много идет коммуникации. Я всегда говорю, попробуйте, выделите время. То есть они уже ведут запись и начинают именно в B324, потому что это просто проще, оно готовое приложение. Если у вас какая-то куча другая учетная система, нет вопросов. У нас есть кейсы с Google Docs, у нас есть кейсы и с другими учетными системами. Следующий вопрос задает Денис. Можно ли распределять время по-разному в зависимости от специалиста, а не так, как сейчас, на всех одинаковых? Это очень правильный вопрос. И, знаете, я смотрел фильм «Игры разума» и мне пришла в голову, что мы должны выпустить новую опцию, которая будет называться «Управляющая динамика». Уже сейчас, буквально еще на прошлой неделе, мы должны были запустить эту опцию «Управляющая динамика» на порталы заказчиков, где появится возможность выбирать, например, какой кейс оказался проблемным или возникнуть как массовый спрос в нашем случае. То есть есть, например, конкретные врачи, которые при записи снаружи хотят выставлять одни временные интервалы, при записи внутри другие временные интервалы. И еще между врачами и тем более между парикмахерами в зависимости от оказываемой услуги разные временные интервалы, временные слоты должны быть предложены заказчикам. Все это потребовало создания ТЗ и переработки приложения, создания новой опции, которая получила это название. И я думаю, что если мы на этой неделе добьем вопросы, связанные с ограничениями, которые создались ввиду ограничений по РКН, скажем так, то, может быть, уже даже до 30-го мы запустим эту опцию на порталы заказчиков, где появится цветовая возможность назначать для конкретных врачей, для конкретных мастеров, скажем так, широкого профиля цветовые индикаторы с разным временем записи в зависимости от оказываемой услуги. И более того, появится возможность выставить на третьей планке суда. В зависимости от типа приема будет возможность менять расписание под тот временной слот, который выбирается, например, если первичный прием, то это 15 минут, если вторичный прием, то 30 минут, вот такие вещи. Поэтому этот кейс, он будет закрыт, я думаю, что до 30-го апреля, может, в мае, как это точно. Окей, и следующий вопрос. На каких тарифных планах работает это приложение? Ну, вещь, конечно, идет про тарифные планы. Я сразу говорю. Я так люблю этот вопрос, я всем говорил, тарифный план проект, начиная от проекта. То есть я еще раз скажу нашу мысль, с которой мы работали. То есть заказчики, которые не используют CRM, в данном случае B324 вообще, потому что им это было, потому что в их бизнесе он очень либо маленький, речь идет про S&B по классической кейсе, и в свою очередь они, им выделить время на внедрение CRM, ну, это практически невозможно. Для того, чтобы они пришли к тому, что им нужно для своей компании. Я показываю на примере салона, вы можете подставить свое слово, автомойка, автосервис, все темы, где внедрение автоматизации чрезвычайно тяжелое и иногда и невозможное. То мы придумали новую идею, чтобы заказчики могли заниматься автоматизацией, если они поймут, что сейчас выяснили, что эти деньги не являются необходимыми. То есть наше приложение отрабатывает, то есть все опции по нашему приложению, в том числе платные опции, они подключаются на все порталы автоматически. То есть мы исходим из того, что тарифные планы проекта, которые являются бесплатными, хотя у них тоже есть свои ограничения, там вы прекрасно знаете и можете посмотреть в разделе Prices. То есть на них также ставится приложение. Понятно, что есть платные опции, приложение, управляющая динамика, она в свою очередь запускается сразу же как платная опция. Она будет также доступна всем клиентам для возможности персонального тестирования и разбирательства для конкретного бизнеса, чтобы оно вам подходило, чтобы вы получали бизнес пользу. Но все работает, что называется, будет работать на всех порталах, без исключения с, в свою очередь, с параметром монетизации по опции. Окей, спасибо. Артур задавал два вопроса, на один из них отвечу я. На обновлении битвы 24 года в год, которое было первого марта, говорили, что календарь появится прямо в сфере. Когда это будет? Друзья, это должно случиться очень скоро, я думаю, что тоже буквально с первого маря. И через 10-15 минут я покажу, как этот календарь будет работать на нашем портале битвы 24. Второй вопрос, я думаю, ответит Алексей. Будет ли подобное решение для строительных компаний? Здесь такой кейс. По строительным компаниям нам было несколько обращений, уже мы с клиентами плотно общались на форуме, где абсолютно все темы, идеи по созданию и поддержке приложений мы изучаем на нашем форуме. То есть мы идем по форуму, изучаем плотный бактрекинг, ведем все идеи, которые возникают у заказчиков в качестве идеи реализации. Мы их выносим в отдельные темы, комьюнити под обсуждать эти вопросы. И в свою очередь при популярности этих идей они вносятся в ревизный план. Что касается строительной тематики, то здесь правильный вопрос будет, ну, может быть, неправильный вопрос, но вопрос будет обозначать с моей стороны, но я тем не менее отмечу, что очень важно понимать, какой сценарий записи вы хотите для своей компании. И чем он отличается от того сценария записи, который есть, например, в салонах. То есть, например, если вы, например, у нас буквально закончили на прошлой неделе назад внедрение для оконных мастеров. Казалось бы, окна, где окна, где салоны. То есть я еще раз просто вычислю, что клиенты, находясь в своих тематиках, они считают, что бизнес в их теме, он настолько специализированный, что он никак не накладывается в других тематиках. Ну вот, есть и пересечения. Клиент поставил наше приложение, поменяли картинку записи, и в сочередине оконные мастера записываются и производят выезд замера мастеров через приложение. Если для вас этот кейс является также похожим, можете поставить приложение, поиграться с ним, что называется, в полной версии. То есть все доступно, пожалуйста, приложение крутится, работает, используйте. И если что-то будет отличаться от вашего сценария записи, просто придите на форум, создайте тему, и мы все очень пообщаемся по возможности кастомизации приложения под вашу задачу. Наш дорогой друг Максим из города Героя Севастополь задает вопрос. Разделяемый ресурс, банкетный зал. Можно ли нарезать вашу шахмату, например, по 4 часа? Значит, соответственно, можно нарезать и по 4 часа, и по 8. А управляющая динамика, Максим, даст возможность себе для разных залов давать разный временной интервал записи. То есть управляющая динамика, вот прямо игры разные, управляющая динамика, то есть все, как ты хочешь, так оно и будет работать, я думаю, что с 30 апреля. Отлично. Аскар задает вопрос. Есть ли возможность по контролю посещения и записи по абонементу? Например, продали абонемент на 10 сеансов массажа. И есть следующий вопрос. Продали абонемент один раз, ну, собственно, на продолжение. А дальше нужно контролировать все посещения или оказанные услуги по данному абонементу. Если не все услуги были оказаны, то либо сделать перерасчет, либо заморозить. Ну, тоже популярный вопрос. Как мы пришли к этой задаче? У нас в ближайших релизах выйдет новое приложение, которое будет называться либо запись на прием в школу иностранных языков. Не удивляйтесь, что мы исповедуем идею русско-специализированных названий. Либо это будет называться запись на прием в тренинг-центр. То есть идея в чем? То есть ваш кейс, он следующий. То есть вам необходимо, чтобы группа писалась на конкретный временной слот. Ну, например, там, условно говоря, какой-то курс, и там в Сочи нужны какие-то, нужно, чтобы либо количество человек могло записаться на конкретное время, группа 10 человек. Время свободно это, все пишутся, это видно. Этот кейс у нас уже техническое решение найдено. Либо в Сочи, как вы говорите, чтобы можно было выбрать на конкретный курс, так называемый, там, стартный, в Сочи идет, покупается талон, абонемент, и эти все талоны создают непосредственно в каждом. Либо здесь два сценария, либо в Сочи будет писаться количество занятий, которое всего было куплено, а количество расходов, про которые вы говорите вы, будет закрываться уменьшением через бизнес-процесс Битрис-24 на минус 1 после каждой задачи, которая закрыта по данному посещению. Это один сценарий организации, скажем так, менее удобный для кого-то. Мой кейс, который я лично предлагал в таком случае заказчикам при возможности приложения записи, это когда клиент на каждый интервал записи создается отдельная сделка. Но опять же, нужно смотреть по конкретной теме. Я рекомендую ваш сценарий записи обсудить у нас на форуме, потому что у нас как раз сейчас идет такой мозговой штурм с рабочим названием приложения школы иностранных языков. Пожалуйста, создайте тему, и мы в случае обсудим, но только предварительно установите приложение. Я здесь очень прошу коллег, своих друзей, скиньте, пожалуйста, ссылочку всем в чат, чтобы кто еще не установил приложение, поставьте приложение, чтобы не было вопроса, а он будет, а можно ли приложение установить в Битрис-24. да, можно, ставьте приложение прямо сейчас, ставьте настройки себе и делайте тему, что вам не устраивает, потому что я уверен, на 90% оно будет закрывать ваши сценарии. Не будет, давайте обсуждать этот кейс и доработка приложений выпуска стомизированной версии, будет на то на вас локальный портал без доступа в интернет, либо с доступом в интернет, либо как отраслевой приложение для вашей тематики, все эти сценарии мы поддерживаем и только завтра. Да, друзья, сейчас ссылку на установку приложения из нашего российского маркетплейса, поскольку большую часть посетителей вебинаров вас из России мы отправим, а такое же приложение можно найти, например, в нашем украинском маркетплейсе. Это очень классно, что будет отдельно. Я благодарю Юлю за то, что вы упомянули про украинский маркетплейс. Уважаемые друзья, коллеги, отмечу, что мы один из немногих компаний, находящихся на нашем общем рынке, скажем так, и в свою очередь мы поддерживаем приложение в разных маркетплейсах. То есть компания большая, D324, огромная платформа, куча из-заходов, то есть сейчас у нас приложение поддержано и в украинском маркетплейсе, в мае, июне выпускаем приложение в англоязычном интерфейсе, то есть есть клиенты, которые находятся, которые являются админами порталов компании, которые являются международными, и им нужно приложение на английском языке, без вопросов, то есть в мае, июне мы приложение выпустим на D324.com, то есть кто будет заходить на сайт D324.com, то есть это в мае, июне мы эту адресовую версию нашего приложения с локализацией на английский язык выпустим. Сейчас в украинском маркетплейсе наше приложение также поддерживают. Отлично, переходим дальше к вопросам. Вопросов много, это надо будет. Вопрос как раз по специфике школ. Узпомянуло, что планируется приложение для школ, и я думаю, вот это очень похоже. Можно ли использовать для групповых занятий, например, один преподаватель и группа до 10 человек на одно время? Ну, я здесь сразу скажу, что этот кейс, этот вопрос, и не хочу, как бы, здесь говорить про кейс, потому что для вашей тематики слово кейс может казаться необычным, просто и нашей тематики, и любой сценарий, который приходит, это кейс, мы его обсуждаем. То есть очень много пришло вопросов по групповой записи, там, где обыгрываются два подхода, либо абонементная система, то есть покупается там курс, и он тратится. Либо, в свою очередь, покупается групповое занятие, где, в свою очередь, это приложение с рабочим названием «Школа иностранных языков» у нас уже активно в свою очередь тестируется, и такая возможность появится. Если я для того, чтобы в свою очередь вас учить шорт-дейст клиентов, которые активно тестируют наше приложение, очень прошу, чтобы вы в Сочи скачали одно из наших приложений, вы найдете его крайне просто, вы находитесь там, например, там, я покажу с нашего сайта, вы, а каждый может зайти сразу же на сайт B324 и установить приложение непосредственно на свой портал, все очень просто. То есть вы заходите в B324, прямо находясь внутри вашего портала B324, у кого он уже есть, то вы, в свою очередь, ставите приложение через раздел «Приложение» и, в свою очередь, дальше делаете тему, говорите о том, как бы вам хотелось бы, чтобы приложение было для конкретно вашей компании, то есть для конкретной тематики. То есть мы исходим из того, что когда собирается комьюнити клиентов, которые находясь в конкретной тематике, мы выпускаем отраслевое приложение, и это все суммарно для вас крайне выгодно и недорого. Окей, спасибо. Да, вот тут как раз вот история была о том, что нужно несколько клиентов привязать к одному преподавателю. Да, правда, получается… Эта идея уже, ну, как бы, общительна, есть понимание, как это реализовать. То есть, соответственно, мы будем просто благодарны, если вы установите приложение в текущем виде, потому что мы будем писать от печки. Печка является платформой, которую мы кастомизируем по конкретной тематике. Это сильно дешевле, чем приложение с нуля. При этом вы получаете кастом и кастомизированную версию с вашим бизнес-сценарием. Окей, идем дальше. Спрашивает нас Андрей. Нам нужно учитывать рейсы своих машин по доставке. Как это можно сделать? Опять же, очевидно, вопрос касается рейс-приложения. Я много думал именно вот о резервировании автомобилей. И более того, скажу, что у нас уже есть прототип под резервированием автомобилей. У нас была такая мысль, связанная с реализацией бизнес-сценария по аренде автопарка. Тоже очень тяжелая ниша для того, чтобы ее автоматизировать, и тем более завести ее в Битрис-Вальчири, потому как клиенты там находятся далекие от IT, но это по нашему мнению. Может, у вас другое представление, и я буду радо дискутировать. Но тем не менее, у нас есть уже прототип-приложение, и в свою очередь выбирается, то есть, где ресурсом является автопарк, а не специалисты. В свою очередь эти ресурсы в свою очередь тратятся через расписание, расходятся через расписание, то есть, находясь непосредственно здесь, то есть, конфетные, выбирается здесь конфетный автомобиль, смотрится, как она расходуется в рамках конкретного расписания. То есть, мы эту идею также обыгрываем и готовы этот прототип-приложение продемонстрировать. Только, пожалуйста, создайте тему на форуме для того, чтобы мы с вами, что называется, этот запрос, он не ушел в финну, и мы его обработаем. Абсолютно каждая тема на нашем форуме, у нас обрабатывается нет ни одной темы, где мы бы не дали бы ответ. Вопрос от Кристины. Можно ли использовать приложение для коробочной версии Ветриц-24? Кристина, я благодарен за ваш вопрос. С июня 2016 года наш любимый производитель дал возможность приложения, которые разрываются на модели Аберест, то есть, в облаке, поддержал это в коробке своим модулем в коробочке Ветриц-24. И уже тогда, с июня 2016 года, мы все наши приложения, которые идут у нас с поставки, публичные поставки компании бинок, то есть, в данном случае, и Зайкс, о котором мы говорим, и рассылки Unisender, и онлайн-чаты, то есть, все приложения поставляются у нас и работают и в коробочной версии. То есть, в коробочной версии должна быть обновлена больше 17 версии, то есть, это легко затеять. И вы ставите приложение, опять же, появляется, ставите модуль в реестр в коробке, он обновляется, и вы ставите приложение как в облаке, то есть, все то же самое, и это работает, в данном случае, в коробочной версии Ветриц-24. Да. Я просто хотел, просто прокомментировать, что в коробочной версии Ветриц-24 приложение у нас в очереди платное, а в доступной коробки Ветриц-24, это прайс-сегмент, но, в данном случае, вопрос о лицензировании в коробочной версии, я предлагаю, в данном случае, зайти в раздел «Опосадия» на основу подробную идею с монетизацией на выложке. Отлично. Друзья, есть еще несколько вопросов к Алексею, но очень попросят также показать и календари прямо в серой Ветриц-24. Давайте мы поступим таким образом. Я зафиксировал те вопросы, на которые пока еще Алексей не услугали ответы. И через 10-15 минут слова этим вопросом адресуем Алексею. Да, может, вопросы снился, да. Да, а сейчас я продемонстрирую, каким образом мы прямо в Ветриц-24 планируем попробовать реализовать запись на прием через календарь. Давайте мы поменяем презентарь. Я попрошу Ваю сейчас поменять новинку, чтобы я вам показать портал Ветриц-24. Или Дарья, если у нас только можно... А, нет, я сама сейчас попробую делать. Секундочку. Все, на меня вернули. Итак, у нас должна появиться трансляция моего экрана. Друзья, да, она очевидно у вас перед глазами. Всем видят. Окей. И у нас к привычному канвану и списку, которые и до этого были сделаны, или, например, на лидах, добавился также календарь. И мы видим даже здесь, что у нас в календаре уже есть какие-то отметки. Давайте мы попробуем сейчас с вами прямо через календарь создать стенку. Сразу хочу сказать, что я уже запланировал некоторые свойства, которые вам придется создавать самостоятельно и адаптировать непосредственно к вашему изюзу. В нашем случае давайте смоделируем, что мы создали салон красоты. И к нам салон красоты приходит за различные усилы. Кто-то приходит делать манитюр, кто-то приходит делать массаж стопы. Я не буду показывать сейчас сценарий очень так, например, прямо с телефона на звонку. Но давайте представим, что к нам позвонилась сейчас в Майя и захотелось сделать... Майя, что вы захотелось сделать? Манитюр. Окей, Майя хочет сделать у нас манитюр. Я спрашиваю, скажите, на какое время вам будут мне сделать манитюр? 15.00. 15.00 завтра. Хорошо. Прямо в календаре я нажимаю на 15.00. И создается новое событие, которое одновременно создается новая сделка. Здесь, как вы, наверное, уже видите, появилось новое свойство – запись в салон красоты. И здесь мы выбираем дату, но поскольку мы в календаре выбрали дату 27.00 завтра, 15.00, у нас автоматически это подтянулось. Нам необходимо выбрать услугу, и мы выбираем также манитюр. Длительность услуги у нас задана автоматически. Я уже заранее в свойстве прописал, что манитюр занимает примерно один час. Но так как Майя требовательный клиент, я предполагаю, что он часа может не хватить. И варьирую, например, в 90 минут. Дальше мне нужно будет выбрать сотрудник, который будет делать это. И мы видим с вами, что у нас есть возможность. Есть заранее запланированные мастера, например, Екатерина или Сергей. Мы видим, что Юрий, к сожалению, не сможет развернуть Майю. Он занят круглое время. Вся пятница абсолютно занята. Но Сергей и Екатерина свободны. В Майя готовы мастера? Да, в Екатерине. Хорошо. Я нажимаю здесь. И у нас сотрудники, которые ответственны за это, появилась Екатерина Петровна. И нам еще нужно выбрать, где же, собственно, будет для Майи происходить та самая процедура для того, чтобы зарезервировать какой-то ресурс. В данном случае мы резервируем, например, манитюрный столик. Нажимаем отметку. Манитюрный столик. Сохраняем. А, и секундочку. У нас же нет еще контакта. Мы должны к этой сделке либо выбрать какой-нибудь контакт из нашей CRM, либо создать его. Давайте попробуем выбрать его. Например, мы знаем, что это у нас Майя Кокусова. Сейчас наш CRM поищет. И нашла Майю. Итак, у нас есть контакт, привязанный к этой сделке. Это Майя Кокусова. Давайте сделку назовем, скажем, манитюр для Майи. И стоимость, к сожалению, пока не реализована на свешение, при которой стоимость будет подтягиваться автоматически. Но можно было бы теоретически выбирать спискуранта, если бы мы подтянули товар. Давайте, манитюр для Майи у нас будет стоить 5000 рублей. Сделка создана. Если это дорого, Майя, для тебя, как и любимого клиента, безусловно, сделаем скидку. И мы видим, что в сделке у нас уже зафиксированы параметры. Почему-то не сохранился сотрудник. Давайте еще раз зайдем в сделку и посмотрим. Возможно, я когда выбирал сотрудника, я не указал еще раз, давайте, Екатерина, и сохранить. Ну, цены у вас круги. Да. Теперь смотрите, что интересно. Ответственным по сделке является, безусловно, не мастер. Потому что мастер в CRM работает, скорее всего, не будет. Алексей, в нашей беседе, когда мы общались до вебинара, был положен, что вообще мастеров достаточно сложно будет загнать в битве 24. Но, возможно, да, возможно, нет. Здесь могут быть разные сценарии. Вы можете как выбирать сотрудников, так и выбирать только ресурсы. И я покажу сейчас, как, собственно, это создавать. Но мы видим, что у нас есть ответственный по сделке. В данном случае это Юрий Николаев. Как человек, который администрировал салон красоты, то есть создавал эту сделку. Именно ответственный будет следить, все ли нормально. Например, пришла ли мая, оказали ли ей необходимую услугу. А в сделке у нас появилось дело. То есть появилась встреча завтра в 15 минут. Ну и, соответственно, завтра в 15.00, если мая не придет, значит, дело не состоится. Но мы очень надеемся на то, что мая придет. А дальше эта сделка у нас появится... Сейчас, секундочку, я обновлюсь. Пока еще не все работает идеально. Да, мы видим, вот в нашем календаре, в данном случае отображение у меня на месяц, но я могу сделать отображение и на день, и на неделю. Появилось, то есть у нас тут Ольга Бузова на 10.00 записана, Марго Робина на 10.00, а на 15.00 записана манитюр для мая. При этом, поскольку у нас несколько мастеров работает, безусловно, на одно и то же время у нас может быть несколько сделок и несколько клиентов. Поэтому в календаре они будут отображаться наложением. И особенно хорошо это будет видно, когда мы перейдем режим на один день. Если я сейчас создам еще одну такую же сделку, соответственно, у нас появятся сразу две сделки на одно и то же время. Я вижу то, что уже появляются вопросы. Друзья, давайте я вам до конца продемонстрирую, как же у нас появились те самые ресурсы, например, услуги и так далее. Давайте мы попробуем с вами создать новую сделку. И мы выберем другое поле. То есть вот здесь мы нажимаем создать поле. У нас появился новый тип поля, который называется бронирование ресурсов. И вот это бронирование ресурсов вы можете переназвать под себя и под свой бизнес. Но давайте смоделируем что? Медицинский центр. То есть услуги стоматологии. И нам нужно будет выбрать ресурсы и пользователей. Ресурсами в данном случае будет очевидно какой-то тип услуги. Например, чистка зубов. Отбеливание. Да, отбеливание. Хорошо. Отбеливание зубов. Скажем, вырвать зуб. Ну и давайте что-нибудь подобрее. Это не ко мне. Почистим зубы. Допустим, кто-нибудь придет стоматологию для того, чтобы очистить зуб. А, нет, прошу прощения. Тут я немножко ошибся, потому что на самом-то деле ресурсами у нас являются другое. Ресурсы у нас, прошу прощения, я сам не сумяйся. Это то, что будет резервироваться. То есть в данном случае это, например, будет кабинет 1. Кресло? Да. Кабинет 2 и, например, кабинет 3. А вот услуга, услуга будет отбеливание зубов, и, например, длительность отбеливания зубов занимает у нас, скажем, 2 часа. Ну и так далее вы можете добавлять. То есть можно добавить вырвать зуб, можно сделать имплант и так далее, и так далее. Сюда же можно добавлять сотрудников. Сотрудников вы добавляете с вашего портала. То есть у вас может быть, например, Дмитрий Давыдов, скажем, Олег Стракаты, Александр Осидов, Юрий Николаев. Понятно, что в вашем случае это будут сотрудники, которые работают на вашем портале. После того, как вы сохраните это поле и, естественно, вот здесь оставите галочку «Показывать всегда», оно будет появляться у вас в сделках, которые будут появляться в соответствующем направлении. И после этого вы можете делать настройки календаря вот здесь. И вы можете показывать свойства отображения в календаре по свойствам. Например, запись в салон красоты или запись на скришку. Если бы я закончил создание свойства услуги стоматологии, то мы могли бы видеть только сделки, которые связаны с услугами стоматологии. Это дает вам возможность, например, в одном направлении сделок, создавать и вести все сделки, связанные с фиксированным расписанием и контролировать их. Если же у вас есть сделки, которые никак не связаны с расписанием, вы создаете их в других направлениях и ведете по привычным вам бизнес-процессам. Друзья, отвечаю, конечно же, на вопрос «Когда?». Когда это будет доступно? Как я уже сказал, мы рассчитываем сделать это и для партнеров, и для клиентов доступным со следующей недели. Короче, с первого мая. Сейчас заканчиваем тестирование на нашем портале. Если тестирование покажет, что все работает хорошо, мы откроем и для партнеров, и для клиентов. Если понадобится дополнительная помощь партнеров, мы увидим, что необходимо в это тестирование, то сперва на небольшой срок откроем только для партнеров, для того, чтобы они проверили, как все работает, и после этого откроем для клиентов. Итак, друзья, вижу, что вопросы прилетают. Давайте я сейчас отвечу на пару вопросов, связанных с календарем, после чего передам снова слово Алексею, потому что очень много вопросов, которые касались и ему. Просьба, даже скорее не вопрос. Сделайте, пожалуйста, предоставление календаря год для ежегодных периодических услуг. Алексей, спасибо за предложение, довольно интересное. Сейчас у нас действительно запланировано, как мы видим, только день, неделя и месяц, но на самом деле вполне можно подумать и насчет года. Ну и вопрос, Артура, можно ли сделать любую длительность. Смотрите, давайте еще раз зайдем в смелку, зайдем в наши свойства. Длительность у нас в данном случае пока ограничивается 10 неделью. Это тестовый период. Возможно, мы сделаем в будущем здесь свойство выбора любого периода времени, то есть того интервала, который задаст ваш администратор сервера, либо человек, который будет работать со сделкой, но пока что у нас максимальное место одной услуги заложено 10 дней. Вопрос, Максим, поддерживается ли плавающий график работы сотрудников? Да, конечно, поддерживается, безусловно. Друзья, пишите, пожалуйста, ваши вопросы. Можно ли разместить эту запись на сайте, чтобы клиент сам записывался? Смотрите, Денис, эту запись безусловно нет. Вы можете на сайте разместить CRM-форму и к CRM-форме привязать свойства записи на конкретное время. Мы проработаем этот сценарий детально. Я не готов показать его сейчас еще, но мы проработаем его детально и, возможно, покажем потом их в наших будущих вебинарах. Друзья, много вопросов, отлично. Вот тоже вопросы, связанные с заполнением календаря через CRM-формы дальнейших пользователей. Повторю, работать над этим сценарием. А сейчас давайте мы с Алексеем вместе поотвечаем на ваши вопросы. Не на все удалось ответить сразу же, поэтому возвращаюсь к ним. Алексей, вопрос снова о твоих приложениях. Люди пишут не совсем понятно. Написано бесплатно, а указаны цены. Можно ли прояснить? И еще один вопрос, очень похожий. Какая стоимость владения приложением для бизнеса, например, за одну? Чаще всего у нас заказчики начинают использовать приложение в режиме бесплатного, сколько вы отключены автоматически все опции. Соответственно, в каждом приложении есть разве опции. Если перейдут экран на меня, я просто вам покажу. Да, я думаю, сейчас я поменяю. Секундочку. Мы снова меняем на экран Алексея. Да, я принял экран. Коллеги, посмотрите, пожалуйста, чтобы экран подцепился, чтобы я каждому показал. Соответственно, все заказчики, которые заходят в приложение, у нас есть раздел опции. Все опции, которые добавляются заказчиками непосредственно для заказчиков, то есть они сначала инициируются заказчиками чаще всего, поскольку клиенты приходят, создают какие-то идеи по доработке приложений. Ну, например, примитивно к кайсерамформе, которую можно использовать снаружи или поставить на ваш сайт, или использовать без сайта, как таких много на самом клиентов. Это опция, которая появилась на деле приложения, это платная опция. То есть опция, которые добавлены здесь в режиме демо, они подключены всем, и все очень каждый заказчик может использовать здесь. У нас модель монетизации очень простая. Заказчик, который является клиентами компании Pinol, получает полный консенсус приложение бесплатно. То есть модель, что является клиентом компании Pinol, для каждого случая отличается. У нас, например, если есть клиенты, которые являются так называемыми бизнес-школами. Они написали нам, используя приложение, пишут такую большущую благодарность, и мы, в свою очередь, с ними так этот вопрос тоже решаем. Мы исходим из того, что требовать клиента деньги, когда он еще не протестировал, не получил без использования, это не является необходимым, поэтому весь функциональный функционал подключен автоматом, и, в свою очередь, может для этого использоваться. В свою очередь, примитивная опция. Клиенты, которые не готовы быть клиентами Pinol, по какой бы то ни было причине, например, не готовы у нас покупать техническую поддержку, не готовы у нас покупать обучение, не готовы покупать лицейские 524, не готовы в свою очередь. Вот есть такие клиенты, мы не вправе наставим, хотя бы потому, что у этого клиента может, например, есть свой поставщик, который закрывает все эти вопросы. У нас сделаны для приложения, в данном случае, для конкретных опций ценообразования. Клиенты, которые хотят купить конкретные опции, мы, в свою очередь, их поставляем. Здесь эта ссылка, она прикабельная, в приложении все это есть. Давайте я назову, чтобы вы все видели. Вот. То есть идет ссылка на записание приложений, на весь свой функционал. Клиенты в сочи, которые готовы купить конкретные опции. Таких на самом деле не так уж и много, но мы всегда говорим, ну, мы боимся, такой кейс, и клиенты хотят покупать только опциональный функционал, потому что у них все остальное у них закрыто. Вот, пожалуйста, у нас ценообразование на 3 месяца, на 6, на 12. Причем я отмечу, что этот функционал, опциональный функционал у нас разработался для приложения iSERM корма, который находится здесь. То есть мы изначально опцию iSERM корма представляли как платная опция. Сейчас появилась необходимость вот эти все опции распределить по деньгам, потому что специализация заказчиков растет. Есть клиенты, которые говорят, мне осторожен, ценообразование вообще не нужно. Мне нужно, в свою очередь, только, например, к примеру, трансляция полей и дата-время записи в лип-контакт-сделку, потому что у нас используется трансляция полей. Вы можете делать записи и в лип, и в контакт, и в сделку. Кому-то нужно непосредственно с iSERM кормом плотно работать. То есть на каждую опцию будет вынесено конкретное ценообразование вот сюда, где каждая опция будет вынесена ценообразование. Клиенты, которые, в данном случае, захотят покупать, в том числе, помесячно, сразу предотвещая ваш вопрос. То есть у нас сейчас идет разработка и ценообразование и на один месяц, чтобы клиенты, которые хотят покупать помесячно, потому что появился такой спрос помесячный. В прошлом году его просто не было. Вот, готовы и могут быть тоже так же и покупать. Отлично, спасибо за ответ. Анна пишет, у нас есть кейс, нужно бронировать места на мероприятиях. Через какое приложение в этом случае лучше работать? Нужно указывать количество свободных месяцев? Ну, это, опять же, через что работать? Ну, во-первых, начнем с того, что вы наверняка через что-то уже работаете сейчас, и, скорее всего, это какая-то платформа записи на мероприятие, которая может и видеть интеграцию с CRM, может и не видеть интеграцию с CRM. Мы вообще исходим из того, что большая часть заказчиков, которые уже используют какой-то сценарий записи, они в случае уже используют какую-то платформу. Скорее всего, там подключена онлайн-оплата, которая закрывает вопросы по фазе 54-му получения резных средств. Если у вас этот кейс не реализован, и вы сейчас рассматриваете какую-то платформу, то я могу сказать так, что у нас в рамках сценария с реализацией превращения под школу этот сценарий внесен как одна из идей реализации, где можно будет покупать во временные слоты оставшиеся билеты, которые остались. И при этом уже реализованы и внесена в список, который требует реализации, интеграция с CRM с кассой, что не убирает у вас необходимости, в данном случае, интеграции с фестальным накопителем и ОФИД. Отлично. Есть еще очень хороший вопрос к Алексею, который я чуть не пропустил. Дмитрий спрашивает, есть ли возможность просмотра рабочего времени или записи у нескольких специалистов? Почему вопрос к Алексею? Потому что в очередной же убедии, убедитель класса 4, это будет связано с рабочим временем сотрудников. То есть этот календарь синхронизируется с их личными календарями, и из него можно выбирать свободное время, как привязанное к записи по этим сделкам, так и возможность у них назначить какие-то совещания или обвенты, это тоже будет нарушено. А вот в случае с приложением Алексея, расскажи, пожалуйста, что он работает? Сразу отмечу, что задачи приложения как отдельного меню, которое имеет возможность записи в конкретном разделе и установить загруженность конкретного специалиста, я скажу так, в интерфейсе конкретного приложения, то у нас не было такой задачи интеграции мастера, как сотрудника по структуре внутрь СРМ. Поэтому интеграции между приложением и календарем непосредственно Битбез24 у нас, в общем-то, и нет и не предвидится. Это связано с теми ограничениями, которые мы видим по нашим уважаемым заказчикам. Идея в чем? Идея в том, что большая часть мастеров, которые используются как объект записи и объект ресурса записи, они, в свою очередь, не находятся внутри Битбез24. Таким образом, в свою очередь, интегрировать того, кого нет в Битбез24 с календарем, является необходимым. Другое дело, что если обсуждать идеи по возможной кастомизации для тех заказчиков, у которых сотрудники находятся непосредственно Битбез24, и, в свою очередь, не давать возможности выставить этот временной слот, потому что у него календарь занят непосредственно Битбез24, то эта такая идея видится реальна. Опять же, если у вас такая идея является необходимой, то есть, возможно, к этому есть, пожалуйста, ставьте приложение и давать этот кейс непосредственно обсуждать, как идею реализации у нас необходимой. Очень просит ответить на несколько вопросов Актура. Один вопрос, наверное, больше ко мне. Будет ли ответственна эта услугу видеть содержание сделки? Случай с услугой, созданной из календаря Битбез24, нет, не будет. То есть, сделку видят ответственные. Например, в случае, который я показывал, Юрий Николаев был ответственным по сделке, и только я буду видеть, что же в сделке происходит, ее стоимость и так далее. Сотрудник, который отвечает за услугу, увидит только запись в календаре, что на это время у него запланирована вот такая услуга. Например, идет для моей. И подходит ли вот такие решения для логистики или закупок? Я думаю, это вопрос и ко мне, и ко Алексею. Мое личное мнение, что все-таки CRM и, скажем, SRM, да, как отдельный инструментарий для отхода поставок, это немножко разные вещи. Тем не менее, я знаю, например, когда компании использовали CRM для того, чтобы решать нестандартные задачи, не только логистикой, например, управление рекрутингом, то есть строили ворону рекрутингом, или управление поставками. Но все же я не могу однозначно рекламировать использование CRM именно для этого на украине. Алексей, какой на твое уроки? Ну, я в данном случае поддержу Юрий, потому как все опирается в тот пользовательский сценарий, который вы хотите автоматизировать или скажете, перенести, и ждут линии поставки по конкретной позиции, то сразу же обсуждается вопрос, будет ли интеграция в данном случае необходима с товарами, непосредственно линии поставки, потому что товарный каталог на 324 имеет свои этнические особенности. И все очень интересно, если он будет, то дальше все опирается в том, что все опирается в текущем приложении как платформы, то есть это получается такой большой и сложный продукт, эгоистическое решение. Я не говорю, что мы его, что называется, не можем обыграть его и реализовать, но все опирается в кастомизацию вот этого текущего приложения как платформы, потому что у нас много кастомизированных версий выпущены на порталы наших уважаемых заказчиков. Поэтому мы готовы обсуждать и этот кейс картуализации, тем более, одна точка является наше приложение, которое как платформа позволяет двигаться в разные стороны. Другое дело просто, что все опирается в тот срок, в течение которого приложение будет запущено на ваш портал, ну и тот бюджет, которым вы располагаете для реализации товаров, поход, каталога с распределением линей поставки и скармированием проекта к линей поставки. То есть это, в общем, интересная идея, технически она реализует, но есть такие примеры реализации, но она будет опираться в коридор сознание фактически нового приложения с бюджетом примерно полгиллиона рублей, чтобы это надо. Отлично, спасибо большое за ответ. Опция записи календарной. Каких тарифных планов, битых за лоширь, будут доступны? Доступны будут на всех тарифных планах, включая проекты, но на разных тарифных планах будет ограниченное количество ресурсов, которые можно создавать. Например, на проекте будет 6 ресурсов, можно создать. На, скажем, проекте компании неограниченное количество ресурсов можно выжать в этих записи. Вопрос, который, я думаю, будет интересно ответить и мне, и Алексею, как записи клиентов передаются мастерам, чтобы они были в работе и рабочие дни. Но, опять же, в случае с записью через календарь внутри CRM, BIN324, все очень просто. То есть сотрудники уже присутствуют в BIN324 и они могут просто зайти в свой календарь и посмотреть расписание, например, на следующий день, на следующую неделю или на следующий месяц и увидеть, какие записи у них есть, либо какие новые записи проявляются. Алексей, расскажи, пожалуйста, как работает, если запись происходит через приложение. Здесь какая история. То есть, опять же, я еще раз напомню, что опыт, использованный приложением нашим уважаемым заказчикам, показал, что клиенты, их ресурс, скажем, мастер или там МРТ-кабинет, они в свою очередь могут и вот чаще всего, как так бывает, они не находятся внутри BIN324. Вот не загнали туда BIN324. У нас есть там один из моих любимых клиентов, который создает дела на запись непосредственно, которая ведется ему беды. То есть, создали запись, например, выбрать из CRM, мы взяли, привязали к ответной записи, эти кейсы, записи я буду в онлайне показаться показывать. Дальше мы переходим, вот обратите внимание, мы сразу видим название веба, название контакта, телефон. Опять же, обратите внимание, нажимаем онлайн, это все работает. И здесь я сразу же показываю суперкейс, который мы используем на модели интеграционных приложений. Вот есть там привожение Hyperscript, то есть заказчик через телефонию звонит, в свою очередь общается и сразу же пишет сюда. Вот мы закончили разговор, записали, перешли непосредственно в лифт по конкретному клиенту. Все, записался бизнес-процесс. Смотрим в свою очередь конкретного мастера, который записал с модом мастера Петров Иван. Что мы делаем, чтобы выбрать идею того, что мастер может быть, может не быть, в данном случае непосредственно внутри привожения. Мы запускаем бизнес-процесс, который в свою очередь через структуру ищет сопоставление с конкретным сотрудником, который находится в плат-портале. То есть если в данном случае, ну там, рассмотреть матрицу, при котором конкретные сотрудники находятся в плат-портале, то через бизнес-процесс это задача ревизует. И как раз вот этот пример, там, одного нашего клиента, он первый нашел такой кейс реализации, он через бизнес-процесс ставит дело и еще проверяет, чтобы конкретный мастер, что называется, как бы сказать, подтвердил, потом он пришел, потом все было проконтролировано, а в свою очередь конкретный лист ставится на запись, на статус следующий, то есть вы можете выбрать, на какой статус формируется данная запись, и в следующий цивил статус запускается в бизнес-процессе. Так что через БП с событием этот кейс, даже при наличии его сотрудников в порт-портале, как сотрудников, в Европе Петро Ван, он в данном случае реализует. И, значит, если мы говорим про БП, значит, мы говорим о тарифных планах в Петре 24, как платформы, это CRM+, команды, компания. Отлично, спасибо большое. Я говорю еще про Петро Ван, потому что он может быть экстронетчик, понимаете, еще вопрос в чем? То есть это может быть... Да, в теории. Да, ну как в теории. Есть же у нас такие примеры, то есть где вообще не заведен, это может быть экстронетчик и сотрудников в порт-портале. То есть вы обработаете идею сотрудника. Да. Мы не обыгрываем идею сотрудника, но понимаем, как можно записать, даже если он сотрудник, через БП. Но при этом становится сценарий, по которому конкретному клиенту требуется тарифный банк в Петре 24 под CRM+. Согласен. Будет ли возможность... Это очень-то больший вопрос. А мне резервации переговорных комнат на произвольное время? Да. На самом деле это можно реализовывать через календарь, и переговорная комната может выступать в виде ресурса. Но, по сути, у нас уже и сейчас еще другой клиент. Да. Многие клиенты делали это с помощью отдельных бизнес-процессов. Через контрольный бизнес-процессов. Оставили резервирование переговоров. Ну вот я здесь просто добавлю, что с переговорками у нас... Здесь важно так что сказать. Это вопрос в том, что у вас совершенно точно облако, не коробка М324. В коробке М324 есть специальный функционал. Модуль там давно есть, называется переговорки. Резервируем переговорки. Поэтому коробки это уже штатно поддерживаем М324. Что касается в данном случае нашего приложения, то у нас есть несколько заказчиков, которые используют наше приложение, и резервом которого являются переговорки. Вот смотрите. Мы выставили коридор час, и здесь в свою очередь направление и мастер. В данном случае вы выставляете конкретную переговорку, в данном случае, и вы фактически выбираете, фильтруете по каким-то тематикам, и выставляете по времени, которое вам необходимо, и делаете привязку. В данном случае CRM, или выбираете CRM. И в свою очередь конкретный контакт с вашей компанией, которая ответственно за данную переговорку назначает. То есть у нас уже есть клиенты, которые используют приложение по данному сценарию. Отлично, спасибо. Кейс по продаже ежегодно. Например, смотри на 6-12 месяцев в услуг, к примеру, подписки на журнал. Можно ли использовать функционал B2.4 для ведения каких-то подписок, напоминания об окончании, предложений, продвенений и т.д. Безусловно. И для этого даже не нужен тот функционал, который мы вам сегодня не подписывали. Это можно делать через регулярные сделки. То есть вы можете создавать повторные сделки на основании первой проданной, назначать самую периодичность, и, естественно, будут приходить соответствующие напоминания как клиентам, так и менеджерам. И каждое такое продвенение будет вестись как конструкторная сделка. Друзья, мы немножко уже выходим за лимит. Здесь я уже добавлю, что… Но есть еще раз примеры. А еще сценарии, которые чаще используются, что регулярные сделки так вот появились. БП на списках. То есть это прям прямой кейс, ответ на ваш вопрос, как можно сделать запись, мы сами как делаем, то есть БП на списках, в честном виде. Но сразу ограничение нужно, вам нужен тарифный план компании, в котором есть такой функционал. Екатерина задает вопрос, вот сейчас глядя на этот экран, в чем разница между салатовым и зеленым цветом записи? Я вам открою. То есть зеленые – это временные своты, которые свободные для записи. Видите, они прошли в понедельник, в них уже запись нельзя пройти. То есть вот прям неделя 26, то есть сегодня, эти дни уже закончились. А салатовые, в данном случае, мне кажется, оранжевые, честно скажу. Вот эти оранжевые – это значит, что запись уже произведена на эти дни. А еще есть внешняя запись, когда заказчик записался через красную запись, так называемую, когда заказчик записался через Nicey Run форму, то есть снаружи. Вот я показываю страничку. То есть если заказчик записался снаружи через форму, то запись падает сюда и формируется красным цветом. То есть мы это сделали для того, чтобы в данном случае бизнес четко понимал визуально, что эта запись произведена изнутри, то есть оранжевым цветом, эта запись произведена в данном случае снаружи. Таким образом у нас закрывается тот важный сценарий, что клиенты, которые снаружи пишутся, нужно безусловно созвониться в первую очередь. А те, которые записались с оранжевым цветом, а так они уже, вы с ними и созвонились, и подтвердили эту запись изнутри портала. То есть я перехожу на этот вид, и мы видим, что в очередь этот вид, здесь он записался, вы его прозвонили сюда через мобильный телефон, именно через телефоне и перевели его статус сюда. И при этом я отмечу, что в рамках запуска релизов по управляющей динамикой, которую мы запускаем в данном случае до конца апреля, я надеюсь, то появится возможность еще выстроения цветовых, отдельных цветовой кастомизации статусов по записи под вашу ответную тему. То есть у нас, например, есть крупный клиент, который в очередь хочет запись, которая уже подтверждена администратором клиники, менять другим цветом. Мы говорим, окей, в этом релизе эта аудиция будет решена. Снова Артур, это скорее не вопрос, а пожелание, которое меня заинтересовало. Необходимо связать отдел продаж с отделом монтажа. Соответственно, сейчас мы для этого используем задачу по шахлому и кандону. Отдел из BCRM как раз через тот календарь, который показывают. Друзья, тут возможен очень любопытный сценарий, потому что через запись в календаре, напомню, создается сделка. Совсем недавно мы выпустили нового робота для сделок, который позволяет создавать задачи из сделок. И здесь очень легко, создав запись, вы создаете новую сделку. Робот на основании сделки создает шаблонную задачу и бросает ее, например, сотрудникам отдела монтажа или любого другого отдела, не связанного напрямую с отделом продажа. И там уже по контакту дальше работаете с этой задачей. То есть любопытный сценарий, который тоже может быть реализованным. Есть вопрос, связанный с использованием REST API. Как через REST API заполнить заявку? Это очень нужно для интеграции в BCC системе. Выдает Максим. Честно говоря, не совсем понял, какую заявку, но, возможно, Максим уточнит. Я написал еще пару вопросов тем нашим посетителям вебинара, чьи вопросы меня немножко поставили в тупик. Давайте я еще раз озвучу. Возможно, Алексей здесь поймет лучше сейчас, чем я. Один из них касался… Сейчас, сейчас, сейчас… Знаете, очень хорошо, что много вопросов. Может ли запись подхватывать статус сделки или да из CRM и отражать его? Вопрос был задан на тот момент, когда ты демонстрировал, скорее всего, звонок. Я предполагаю, что здесь, наверное, может быть даже речь о записи звонка, чем завтра, чего свой записи на приют. Но, может быть и так. Но здесь, если говорить по поводу стройки, то, в свою очередь, надо смотреть тот сценарий, который вам необходимо здесь отражать. То есть, если необходимо в эту стройку интегрировать дополнительно еще статус этого элеганты или сделки, потому что есть такие клиенты, которые хотят получать во время звонка, давать менеджеру максимум информацию. То эта задача, в принципе, реализуема, благодаря тому, что видится данный правый экран, в данном случае, для возможностей кастомизации. То есть, вот я еще раз продемонстрировал сценарий. Кстати, отмечу, что мы его сами активно используем. То есть, идет звонок менеджера, он общается через скрипт, который мы нарезали для конкретных сценариев, например, для конкретных сценарий записи. Простенький сделан, что называется, скрипт звонка. И, в свою очередь, здесь вы проводите запись клиента. Если, в свою очередь, здесь необходимо клиента записать, и здесь нужно будет по факту понимать, какое время, какой статус конкретного льда есть, я лично не вижу этой идеи нереализуемой. Тем более, поскольку мы уже вывели сюда эту стройку. Если вам нужно будет ее расширить, и давать больше информации. Окей, давайте, в свою очередь, обсуждать конкретную вашу тематику, ваш вопрос, носить его в план для того, чтобы этот сценарий был, а, обслуженный комьюнити, б, им является и узко специализирован, и, в свою очередь, ставить его непосредственно в план работы. Поэтому буду рад его обсудить непосредственно с вами на форуме, в данном случае, нашей компании. Вопрос задает Наталья. Связана ли запись в календаре Bitrix24 и запись через приложение, которое показывал Алексей, связаны ли как раз друг с другом? Нет, друзья, они не связаны. Это два разных сценария, которые могут использовать клиенты в зависимости от их потребностей. Напомню, что те приложения, которые демонстрирует Алексей, они уже протестированы в работе и используются очень многими клиниками. Поэтому по ним есть достаточно большой объем не просто обратной связи, но и практических кейсов применения, на основании которых Алексей, собственно, и расширяет людей по приложению. Ну, здесь я просто не могу добавить, я еще раз покажу вам эту тему нашего уважаемого заказчика. Вот, у меня есть любимый клиент, просто восхищаюсь заказчиком, там Григорий есть такой. И вот он, в очередь, делает бизнес-процесс, он даже выкладывает его в ссылку, кто хочет, может зайти скачать. В очередь, формируемое отдело записи на прием, в очередь ставит его в календарь. Здесь, в очередь, дальше он определяет конкретного сотрудника, у него были вопросы с нашим уважаемым украинским заказчиком, в очередь, там есть слишком по времени, и он игрался через ВП, чтобы в календарь конкретного сотрудника ставился конкретно числовой и временной слот. То есть, тот бизнес-процесс оторабатывает и время ставит, в данном случае, ему некорректно. Там заголовки ОК, а в подробностях этого события в календаре то, что называется не ОК. Но я замечу, что, то есть, этот сценарий показывает, что можно обеспечить связь между, в данном случае, расписание, которое вы видите здесь, вот здесь, да, с конкретной сущностью, с временной календарем у этого же сотрудника, если он заведен в ваш корпортал, через бизнес-процесс. Ограничением этого сценария является то, что вам необходимо, а, этого сотрудника быть как сотрудника в вашем портале, и б, это в данном случае иметь тарифный план, поддерживающий бизнес-процесс. ОКП Поставит в бизнес-процесс на вашй корпортал. Ну вот есть примера, о том ббб на делах, пожалуйста, можете его скачать по тесту. Друзья, сейчас я попрошу Алексея вывести на экран последний слайд нашей презентации с нашими и надавленными данными. Я уверен, что не все успели либо и смогли сформулировать вопросы, которые хотели задать нам. Мы предлагаем, присылайте ваши вопросы к коллекционной почте, с огромним удовольствием ответим. А сейчас исср-не, от всей души В желаем Вам прекрасных престоящих мастеров праздников. Отдохните хорошо для того, чтобы работать еще лучше. Друзья, на этом мы заканчиваем очередной вебинар из серии Академии продаж VITX24. Огромное спасибо вам за внимание и огромное спасибо Алексею, который приезжал к нам в нашу импровизированную студию и смог рассказать очень много полезного. Я очень благодарен за приглашение, за такой хороший, спекулезный наш доклад и сравнение по сценариям штаба ценовой VITX24. Всем добра, хорошего настроения и используйте, пожалуйста, приложение на полную катушку. Спасибо всем, друзья. До свидания. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...